Всем привет! Дети остались дома, а мы вышли с Денисом, в общем, установить те самые эво-коврики, которые я подарила Денису. Вот Денис их как раз устанавливает. Я надела сегодня Ворюшкину шапку, так как такое розовое пальто, у меня нет к этому пальто шапки, поэтому вот я как-то так. Мне кажется, даже неплохо и получилось. Вот, Дениска устанавливает, я сейчас покажу, как всё это выглядит. В общем, на самом деле эво-коврики действительно очень крутые. Они впитывают до 2 литров воды, и это сейчас не реклама, я просто рассказывала, может кто-то не знает. В общем, есть они как сотами, есть ромбами, можно выбрать разные цвета, окантовку и так далее. И на самом деле я думала, что их будут изготавливать намного дольше, а их установили, точнее изготовили очень быстро. Буквально что-то за 2 дня, по-моему, и всё уже готово. Так что Денис съездил, всё забрал. Вот, уже радостно устанавливает. Я пока с вами болтала, Дениска уже установила одну часть. Сейчас вот эту часть установит. Быстро они устанавливаются? А? Да? И вот ещё перемычка. Тут будет перемычка вот эта вот. Потому что здесь дети всё ногами, естественно, шоркают. А сейчас ещё грязь начнётся весна, то это вообще must-have от грязи и от детей. Да, вот так. Здорово. Здорово. Мне нравятся серые. Дениска-то выбрал прекрасный цвет. Под салон, под наш прям подходит. Видите, как мы ездим? Потому что Денис постирал коврики тем, которые, ну, родные, получается, коврики. Вот, и чтобы пока не замарать, мы вот так ездили. Так, ну вот, Дениска установил, в принципе, коврики теперь и нам. Дениска, ты доволен? Угу. Да, доволен, молодец. Единственное, я не сообразил. Видите, у меня здесь есть такие крючки специальные. Да. Для того, чтобы устанавливать коврик. Ну, именно только на моём водительском это есть. И если ставить на родные коврики, на родные, то по высоте не подходят они. То есть, получается, их нужно снимать и устанавливать вот эти. В общем, давайте, у кого есть такие коврики, напишите, пожалуйста, как же правильно их устанавливать, да? То, что мне, в принципе, страшно, что нет родных ковриков. Родные коврики всегда можно постирать, а вот эту обивку только в кимчиске. Ну, в общем, подскажите Дениске. Подскажись Дениске. Так, ну, а здесь прям вообще всё шикарненько. Детям идеально. Супер. Варюшка на художественной школе. Мишку нарисовала. Варя, так здорово. И это у тебя ещё работа, да, начатая? Да. Здорово. Всё, складывай назад. Молодец. Вышли немного прогуляться. Наконец-то нашли свободное время, чтобы погулять с детьми. Дошли до Акварельного. В принципе, у нас здесь недалеко строятся новые безумно красивые дома здесь в Акварельном. Мне очень нравится. Мне очень нравятся здесь планировки. Мы пошли посмотреть. И было бы прекрасно, если бы мы сначала рассчитали за машину и потом уже занялись всё-таки переездом куда-то либо. Ну, конечно, по-хорошему в другой город бы неплохо. Но если так, то мне очень нравится здесь акварельный. Вот. Сейчас покажу вам, как же здесь красиво. Может быть, ветер, конечно, шумит. Но дома здесь вот так. Вот это акварельный получается старый дом. Их два. Вот этот акварельный 2.0. И вот здесь уже строится 3.0. Правильно? День на забор. Да. В общем, на самом деле очень красиво. Дома ещё не достроенные. Вот. Но... Но уже очень красиво. То есть, получается, закрытая территория с детской площадкой, парковки. Всё как надо, в общем. Да. Вот это вот 2.0. И в Арюшке одноклассница живёт, да, Ксюша? А акварельный 1.0. Мы там были. Там, на самом деле, даже там красиво. Вот. Поэтому мне нравится. Ну, кстати, пойдёмте. Здесь открыта калитка. Давайте пройдём. Лениска, пойдём открыть калитка. Вот так выглядят подъезды с этой стороны. Это внутри двора. Да, я бы хотела. Вот, слушайте, ну вообще прям неплохо. Да, вообще, иди куляй. Ну, да. То есть... Смотрите, как классно. Давай, ложись, да, Варюня? Да, я увидела баскетбольную. Здесь детская площадка. Тёмка тоже прилёг. Здесь посидеть можно родителям, когда дети отдыхают. Вот эти мне цвета дома нравятся очень. Да, Варь? Классно здесь? Очень красиво. Смотрите, как здесь классно. Варь, ты кого-то из знакомых увидела? Кого? Андрея. Андрея увидела? А, того самого Андрея. Он может там себя забить. Да. Варюшкин одноклассник здесь тоже гуляет. Не знаю, может, живёт, может, гуляет. Ну, классно здесь вообще. Мне очень нравится. Дети пока гуляют на площадке с Варюшином одноклассником. Мы просто зашли в первый попавшийся подъезд. Вот так вот открывается. Здесь уже вот такой вот домофон. Ну, здесь уже всё максимально круто, конечно, да. Сейчас машину разбраем. Всё, у меня, блин. Да, мне очень понравилось. Вот этот именно акварельный 3.0. Максимально классный район, я не знаю. Ну, вот здесь темно. А вот там, допустим, солнце падает. Смотри, да? То есть нужно ещё учитывать это. Вот здесь темно. А пойдём там, может, покажем вообще эти варианты рассматриваю. Там ещё есть? Да, да. Ну, пойдём. В общем, здесь парковка. Смотрите, отдельное здание. А вот этот дом самый красивый цвет. Смотрите, какой. Ой, мне так нравится вообще. Да. Вот это вот. Очень красивые планировки. Очень большие. Ну, конечно, и цена здесь соответствует. Да. Ну, мне нравится. А вообще, может, у меня кто-нибудь что-нибудь знает по поводу акварельных. Напишите мне, как здесь вообще живётся. Как с парковками, как с ценами, как с соседями и так далее. В любом из трёх вот здесь вот акварельных возле матрёшек. Напишите, пожалуйста. Мне можете в директ написать. Можете под комментариями написать. В общем, напишите. Мне интересно. Всё, накачали. Блин, холодно сегодня очень. Ветрено, скажем так. Вот. Ещё раз покажу площадку. Вроде неплохо. Вот так. Красиво. Раскачал. Пришли домой. Взяла себе кофе. У нас стоит автомат в пятёрочке. Кофе за 100 рублей с собой. Вот так вот. Вкусно, кстати. А в другой пятёрочке мы были. Там тоже автомат за 100 рублей. Но там кофе интереснее. Там кофе с шоколадом. Кофе ещё с чем-то, да? Вкусные какие-то. А Дениска у нас сидит. Смотрит планировки квартир. Там, где мы сейчас были. Вот в акварельном 3.0. Ой, классные планировки. 5600. Какая чистовая отделка называется это? Ну да, стены готовы. Пол готов. Вот, получается 5683 квадрата. В принципе, класс. Нормально. То есть состояние квартир, посмотрел. То есть, в принципе, нам уже не надо на черновую деньги. То есть, по сути, ты уже покупаешь обои. Ты покупаешь там плитку, да? Ну да, единственное, что ты делаешь с нуля, это везде. Это туалет с ванной. Это 1300. Да, это дорого будет. Это дорого. Вот, но, блин, это так классно вообще. Говорила в Инстаграм уже о том, что я не буду комментировать происходящее то, что сейчас, в принципе, происходит с Россией и Украиной. В принципе, я не компетентна в этом. Я не понимаю ничего в политике. Я просто хочу, чтобы скорее все это закончилось. Чтобы не происходило ничего плохого, чтобы был мир, да, а не война и так далее. Это искренне я желаю, чтобы скорее это произошло. Вот. И здесь в Ютубе я тоже, естественно, это обсуждать не буду. Я не вижу в этом никакого смысла. Хотя вот сейчас на блогеров многие накинулись. Те, кто молчит, говорят, что плохо, почему молчите. Те, кто пытается что-то прокомментировать, говорят, что чего вы вообще лезете не туда. В общем, сейчас какая-то такая ситуация, когда не знаешь, как на самом деле лучше. Вот. Поэтому я стараюсь просто ограничить себя и не говорить об этом на эту тему. Хотя тяжело и хотелось бы, чтобы скорее действительно все закончилось. Говорили в Инстаграм, что Инстаграм не будет в какой-то момент работать. И сейчас, вот сейчас 27 февраля, действительно, я зашла в Инстаграм. Сторисы чужие я не могу посмотреть, они у меня не грузятся. Посты прогружаются, но это, я не знаю, один пост, наверное, минут 20 грузится. В общем, все плохо. Другие блогеры создавали телеграм-каналы. Я этого делать не буду. Я вообще не понимаю, что там можно транслировать. И я не подписана на телеграмы других блогеров. Я не захожу на такие вещи. Обычно у меня там в подписках есть всякие штуки с Алиэкспресс, там ссылки, всякие вещи и так далее. Что-то такое интересное. А именно блогеров я там не смотрю и не буду на них подписываться ни на одного. И поэтому я сама не создаю телеграм-канал. Потому что я не вижу в этом никакого смысла. Я искренне надеюсь, что все-таки просто Инстаграм в какой-то момент заработает. Вот. У меня сейчас несколько реклам в Инстаграм. Я вообще не знаю, как работать дальше, потому что сейчас он не грузит. Вот. Поэтому еще я записана сегодня на ногти. Они очень сильно отросли. Вот. Не знаю пока, какой цвет себе сделаю. Но надеюсь, надеюсь, выберу там уже, когда приду. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Не знаю, насколько будет вообще YouTube работать. Потому что мне кажется, что все это связано между собой. Насколько я знаю, что YouTube тоже подвязан к Facebook. А может и нет. Хотя нет, по-моему. Не знаю. В общем, подписывайтесь на мой YouTube, пока он работает. Поэтому буду пока здесь сидеть. Никаких телеграм-каналов создавать не буду. И в Инстаграм, ну, будет работать. Буду туда выходить. Нет, так нет. Пришла с маникюром. Вот. Хотела показать. Возможно, некоторые уже заметили. Я сегодня уже была. В ней снималась. Это курточка из Фаберлик новая. Я давно за ней, кстати, охотилась. Но их так быстро разобрали. А потом мне привозили размеры. И вот она, наконец-то, у меня. Есть она еще в розовом и синим цвете. Но я думаю, на весну-то надо что-то очень яркое. И решила взять вот такую желтую. Мне она нравится. Со спортивными костюмами вообще будет отлично. Ну, и с джинсами, в принципе, тоже. Она такая спортивная. Вот. Ну, не знаю. Мне нравится. Как вам цвет? Напишите. И вот маникюрчик тоже желтенький, кстати, сделал. Видимо, не хватает мне солнца. Ну, сейчас солнце немножко чаще, чем раньше. Вот. Поэтому, да. Вот все такое яркое у меня. Кое-что мне пришло с Wildberries. В общем, это вот такие футболки. Детям очень необычные. Мало того, что они интересно запакованы. То есть, можно даже такую подарить. И будет не стыдно дарить такую. Смотрите, какая классная упаковка. Но она еще и необычная. Они черные, но с интересными рисунками. Я выбрала, в общем, Темке гейм овер и окей. У Варюшки сердечко и единорог. И, в общем, вот эти вот рисунки в темноте начинают светиться. Да. Поэтому сейчас давайте откроем и все посмотрим. Мне не терпится, если честно. Да? Проведем эксперимент? Да. Да. Я тоже так открылась. Так. Дети уже начали распаковку. В общем, по первой футболке они уже достали. Смотрите, как классно светится рисунок. Здесь сердечко. У Темы-то тоже, смотрите, какая. Вот такая футболка. Окей. Здесь сердечко. Обалдеть. Ну, давай, да, сейчас посмотрим. Либо для дома доставим, либо вам для брейк-данса. Так, ну что? Нужно их еще примерить, да? Да. Так, дети примерили футболки. Мам, за такие. Да, даже так. Классные футболки? Ну-ка, покрутите с них. Так, Темка. Покрутись, покрутись. По размеру вообще идеально подошло. Все, ждем 10 минут и идем в темноту проверять, как же светятся наши футболки. Так, мы подождали 10 минут. Варюк зевает, уже спать хочет, да? Так, ну что? Выключаем. Три, два, один. Три, два, один. Та-дам. Обалдеть, как ярко вообще. Вот единорожка прыгает по полю. И окей за полю. Очень здорово. Офигеть. Вам нравится вообще самим, да? Да, очень. Ой, она такая яркая, розовая стала вообще. Когда ты всегда ночью идешь куда-то, всегда темно. И ты такой, тебе видно, да, Сапа? И ты такой бегаешь, бегаешь, и единорожка бегает. Ну что, вам футболки-то как вообще? Да, супер. Темка, тебе как? Супер. Окей. Выключаем. Супер. Так, давайте еще одни примерили. Раз, два, три. Тебе сердечко прыгает. О, и сердечко прыгает. В общем, дети просто в восторге от футболок, да? Класс.